Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. Мы с вами выращивали вместе рассадой такие прекрасные сухоцветы. Лимониум статица еще называют и бессмертный. Сейчас покажу, как они выросли, расскажу, когда их надо срезать. То есть вот статица розовая, роза, ну в самом деле розовый цвет вырос. Сейчас лимониум темно-синий, ну он такой лиловый, я бы сказала, не темно-синий. Но тут правда какой-то фиолетовый немножко оттенок, может это он тоже называется темно-синим, фиолетового оттенка. И есть вот совершенно темно-синий. Ну вот срезать наши лимониумы сухоцветы нужно пораньше, чтобы они тут не перерастали. Ну вот они еще молодые, вот они недавно, буквально пару дней как расцвели. А лучше вообще вот в стадии такой раскрывающихся только бутончиков. Срезаем мы веточки нужной нам высоты и подвешиваем их вниз, чтобы они вдруг не повяли. Подвешиваем вниз, ну как сушатся травки. Хорошо теплым, проветриваем вместе, чтобы вот эти вот наши стебелечки высохли, именно остались зелененькими, а цветочки, чтобы не перецвели. И перед тем, как срезать, мы сразу планируем, какие у нас будут букетики. То есть можно срезать высокие, большие, вот они такие как кактусы, ну красивые растет. Вот лимониум, тут ничего нельзя сказать, вот можно срезать вот такого, получится такой декоративный большой кактус. И если его несколько их поставить в одну вазочку, будет очень красиво. Можно комбинировать цвета, вот тут вот интересные оттенки, они вроде все синие оттенки. Ну, я вот решила для себя, что я хочу маленькие, низенькие композиции, ну я их высажу потом, даже несколько вазочек старых принесла. Вот смотрите, вот есть вазочки совсем маленькие. То есть мы можем сразу, мы можем сразу, ну, примерять по длине свои вазочки. Вот разные вазочки, вообще старые, но чем они мне даже более интересны. Вот, ну, в общем, мы берем ту вазочку или планируем, какую мы купим. Может, мы специально сделаете какую-то, собственноручно, и уже под это подбираем композицию. То есть, ну, хотите, просто можно нарезать длинных веточек, но, как по мне, так маленькие, вот низенькие композиции, они, ну, даже красивее. Но еще какая выгода от таких маленьких, низеньких композиций, не буду показать, как я его нарежу, то есть нарежу на свое усмотрение. И главное, повесить до высыхания в сухом, проветриваемом месте. А вот бессмертник, бессмертник, ну, я просто, ну, как бы вам рекомендую его именно на ранней стадии срезать коротеньким. Если вы хотите длинные, пусть это будут, ну, вторые стебли, скажем так. Вот бессмертник, вот сейчас утро, он немножко закрылся. Днем этот цветочек красиво раскрывается. Но, когда появляется вот эта вот серединка желтенькая, это означает, что уже начинают формироваться семена. И срезав вот бессмертник с вот такой вот уже серединкой, есть вероятность, что он дальше дозреет. Ну, он распушится, как одуванчик. Но мы можем срезать вот целую веточку. Причем, не боясь. Опять же, для нашей небольшой вазочки, листики у бессмертника не сильно так высыхают. И дальше, дальше, вот, но боковые побеги дадут нам еще много высоких стеблей. И мы сможем делать любую композицию. Поэтому я рекомендую вот первое, это будет как обрезка, как прищипка. Первое, срезать именно вот такими, недозревшие. Лишние листики убрать, но это вам выбирать. Вы можете, наоборот, этот цветочек отщипнуть и дать возможность вырасти букетику со следующими цветочками. То есть, ну, бессмертник, он такой вот очень неприхотливый, очень красивый, бессмертник смесь. Но, если его передержать, вот именно цветочек должен еще быть закрытым. Он имеет свойство при высыхании как бы дозревать цветочки. Поэтому, если его передержать, он может потом зацвести. Ну, как бы мы лишимся этого цветочка, который перезрел. Поэтому, лучше их маленькими, в качестве обрезки можно сделать. Вот, я срезала. И вот, смотрите, ну, это примерная композиция, как можно сделать. Можно вот по цвету вазочки, можно из двух цветов. Можно просто цветы, можно просто высокие букеты. Сугоцветы можно просто положить. Они имеют такое свойство, если их правильно высушить, не осыпать свои листики. Фантазируйте, придумывайте. И давайте окружать себя красотой, радовать своих близких. И оставайтесь с нашим каналом. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok